В мае 1923 года Он действительно был известным ташкентским врачом, и в миру его звали Валентин Феликсович Есенецкий Война. Он приехал в Ташкент в 1916 году, имея за плечами диплом отличника медицинского факультета Киевского университета Святого Владимира. Он получил хирургическую практику на фронте во время русско-японской войны, многолетний опыт работы земским врачом, звание доктора медицины и лауреата очень престижной премии за лучшие сочинения, пролагающие новые пути в медицине. Столице Туркестанского края ему доверили пост главного врача первой городской больницы. Старые ташкентцы до сих пор зовут ее просто Жуковской больницей, так как она расположена на бывшей улице Жуковского. До наших дней, к счастью, сохранился старинный хирургический корпус, где в 1917 году впервые прозвучал негромкий и всегда спокойный голос высокого сорокалетнего мужчины в белом халате. Валентин Феликсович быстро заслужил авторитет среди пациентов и коллег. В том же году его выбирают председателем союза врачей. Обаяние личности и высокий профессионализм приезжего сыграли тут свою роль. Не прошло и года, как доктора Исенецкого воина пригласили преподавать вместе с известными светилами туркестанской врачебной науки братьями Слоним, Алексеем Дмитриевичем Грековым, Львом Васильевичем Ашаниным и другими в специальную медицинскую школу, организованную властями в помещении бывшего театра Варите Буф. Эта школа стала составной частью создаваемого Туркестанского университета и вскоре была преобразована в медицинский факультет, получив для учебных аудиторий и клиник большие здания бывшего Ташкентского кадетского корпуса. Это старый Ташмей, теперь медицинская академия. А Исенецкий воина был избран заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии. Так он стал профессором университета. Это здание в 1898 году построили. Это первоначально был кадетский корпус. Здесь кадетский корпус до революции, после революции где-то в 19-м году это здание передали на больницу как именно Полторацкого. И здесь же организован медицинский факультет. Валентин Феликс Война-Сенецкий как раз таки на этом здании работал. Вот та операционная, которую он оперировал. Вот стол, который он оперировал. Вот стол для инструментов. Ну здесь он преподавал не только студентам, и педагогам тоже преподавал. Все хирурги Узбекистана работали только здесь. Потому что начало хирургии, начало терапии, начало медицины было здесь. Единственная факультет, медфакт, открыл здесь. Все это происходило в самый тяжелый период гражданской войны, отголоски которой докатились и до Туркестанского края. Января 1919 года в Ташкенте вспыхнуло антибольшевистское восстание под руководством Константина Осипова. В больницу поступало много раненых, которых доктор Исенецкий оперировал, не разбирая их на красных и белых. Но после подавления восстания, профессор был арестован по подозрению участия в мятеже и мог быть расстрелян без суда и следствия в среднеазиатских железнодорожных мастерских. И лишь чудо спасло Валентина Феликсовича от смерти. К счастью, его опознал и освободил из-под ареста один из высокопоставленных деятелей РКПБ, которого он когда-то вылечил. Весть об аресте мужа подкосила жену Валентина Феликсовича Анну, и до самой смерти она уже не вставала с постели. А ведь и в Ташкент они переехали, полагая, что благодатный сухой среднеазиатский климат поможет победить развивавшийся у жены туберкулез. Однако это не помогло, и 13 ноября 1919 года на Боткинском кладбище появилось скромное надгробие с надписью «Война Ясенецкая Анна Васильевна, 1881-1919 года». Супруги прожили в счастливом браке 14 лет, и на руках безутешного отца осталось четверо малолетних детей. Михаил, Елена, Алексей и Валентин. Удары судьбы сильно повлияли на Валентина Феликсовича, но он нашел в себе силы победить все несчастья. Прежде всего он нашел женщину, которая могла бы быть няней для его детей. На долгие годы ею стала Софья Сергеевна Вилецкая. Валентин Феликсович с молодости был особо религиозным человеком. Многие очевидцы свидетельствуют, что он никогда не пропускал ни одной важной церковной службы. И единственное, когда нельзя было застать главного врача больницы дома, так это в дни церковных праздников. В своих воспоминаниях Война Есенецкий пишет «Я скоро узнал, что в Ташкенте существует церковное братство и пошел на одно из заседаний его». По инициативе братства 27 сентября 1918 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе доктор медицины Война Есенецкий прочитал лекцию о смысле жизни, которая легла потом в основу его главного религиозно-философского труда «Дух, душа и тело». Над этой книгой он работал всю свою жизнь, уже в тот далекий от нас ташкентский период его биографии, он сформулировал одну из главных идей, пронизывающих своеобразные завещания святителя Луки, данные в книге «Дух, душа и тело». Наука без религии – небо без солнца. А наука, облеченная светом религии, это вдохновенная мысль, пронизывающая ярким светом тьму этого мира. «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Так говорил Христос. Кажется, что здесь и кроется краеугольный камень мировоззрения этого уникального человека, крупного ученого XX века, ставшего одновременно активным иерархом Русской Православной Церкви. Ибо в той же книге он пишет «В основе христианской морали лежит учение Христа о любви к человеку. Любовь покрывает собой множество недостатков и противоречий, не потворствует, но прикрывая и сживает. Где любовь, там всегда доверие. Где любовь, там всегда и надежда. Любовь все переносит, потому что сильна. Истинная любовь постоянно, не иссякает и никогда не перестает». Для нас очень приятно осознавать и радостно, что именно здесь, в Ташкенте, проявилась эта высокая религиозность, большая вера, крепкая вера, потому что, видите, в те годы, в 20-е годы, самые почти что тяжелые годы для Русской нашей Церкви Православной, когда священников убивали, ссылали, Хархиреев тоже самое, он в это время, будучи приспевающим врачом и потом известным врачом, он взял на себя очень нелегкую ношу стать священнослужителем, стать священником, проповедником. Будучи священником, он очень много проповедовал, так ему благословил владыка Иннокентий, и он очень хорошо убеждал людей в христианских истинах. Как и у библейского пророка Иова, несчастье только укрепляли веру доктора воина Ясенецкого в православные идеалы. Его доклад, как члена братства о положении дел в Туркестанской епархии 1920 года привлек всеобщее внимание. По воспоминаниям самого воина Ясенецкого, тогдашний епископ ташкентский и туркестанский Иннокентий, высоко оценив этот доклад, посоветовал доктору стать священником. У меня не было и мысли о священстве, но слова преосвященного Иннокентия я принял как божий призыв архиерейскими устами. В 1921 году воина Ясенецкий был рукоположен в диаконы, а через неделю в День Сретения Господня епископ Иннокентий совершил его рукоположение в Иерее. Отец Валентин был определен в собор святого Сергия Радонежского с возложением на него обязанности проповедовать. При этом он продолжал работать главным хирургом в первой городской больнице и преподавать в университете, не скрывая своих православных воззрений. Тут и возник первый его конфликт с советской властью, атеистический по самой своей сути большевистский режим, да и многие коллеги никак не хотели согласиться с тем, чтобы работник медицинской науки, известный и уважаемый всеми специалист, может быть в то же время и священником, вывешивать иконы хирургической операционной и принимать пациентов в медицинском халате, одетом поверх ряса. Дело кончилось тем, что сам Ян Рудзутак, один из пятерки сред-азбюро ЦК ВАКПБ, руководившего фактически Туркестанской республикой, вынужден был официально запретить, как он выразился, превращать операционную не то в православную часовню, не то в молельный дом старообрядцев. Но в то же время грозный большевистский чиновник, по свидетельству самого воина Ясенецкого, назвал хирурга-священника самым безвредным для нас человеком. Но это было только начало. Конфликт между советской властью и врачом-священником сильнейшим образом углубился, когда воина Ясенецкий занял твердую позицию на стороне канонической церкви, спровоцированном большевиками в церковном расколе 20-х годов прошлого века. Как известно, это был один из самых трудных периодов в истории православия как в России, так и в Средней Азии. Слабые духом священники-обновленцы пошли напрямую в поддержку мероприятий советской власти, реально направленных на конфискацию церковных ценностей, закрытие и уничтожение храмов, насильственное внедрение атеизма в сознании народа. Твердые духом священники во главе с патриархом Тихоном объявлены были контрреволюционерами. В этих условиях архиепископ Иннокентий объявил туркестанскую епархию самоуправляемой и по предписанию органов ГПУ вынужден был выехать из Ташкента. Не желая подчиняться обновленческим архипастырям, отец Валентин и протеерей Михаил Андреев организовали съезд духовенства, на котором священники-тихоновцы избрали на духовное руководство отца Валентина воина Есенецкого. Весной 1923 года иеромонах Лука тайно отправился в небольшой городок Пиджикент, расположенный недалеко от Самарканда, где тогда находились два ссыльных епископа Русской Православной Церкви, сторонники патриарха Тихона. 31 мая в маленькой Пиджикенской городской церкви Святого Николая Мирликийского епископ Болховский Даниил и епископ Суздальский Василий совершили чин хиротонии. Так профессор медицины воина Есенецкий стал преосвященным Лукой, епископом ташкентским и туркистанским. Но в этом высоком звании ему пришлось пробыть, увы, недолго. Уже 10 июня 1923 года он был арестован как сторонник патриарха Тихона. В своем ответном заявлении властям он писал «Зачем вы нарушаете декрет об отделении церкви от государства? Рубите сук, на котором сидите? Неужели не ясно, что никакое правительство не может существовать, если оно не поддерживает уважение к своим законам? Если ему не верят, зачем же вы так ясно попираете правду, преследуя меня, не совершившего и не могущего совершить никакого преступления?» Руководил туркистанскими чекистами в то время кровавый Ян Петерс, правая рука Железного Феликса. Сохранились воспоминания святителя Луки о его встрече с Яном Петерсом в ташкентской тюрьме. «Он допрашивал меня о моих политических взглядах и моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром «Так кто же вы, друг наш или враг наш?» Я ответил «И друг ваш, и враг ваш. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонения на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш». В августе 1923 года арестованный епископ Лука был переведен в Москву, откуда в конце года был отправлен в ссылку на Енисей. Из Сибири его отпустили в Ташкент только после отбытия назначенного ему срока от звонка до звонка в январе 1926 года. Сразу же после ареста свидетеля Луки его дети с няней вынуждены были освободить казенную квартиру и переселиться в маленькую комнатушку недалеко от нынешней улицы Хариньязова, а тогда улицы Учительской. Это был район расселения ташкентской интеллигенции. До нашего времени он частично сохранил специфический колорит старого патриархального Ташкента. Во второй период жизни святителя Луки в Ташкенте он продолжал служить в находившемся неподалеку в соборе святого Сергия Радонежского, преподавать в университете и одновременно заниматься частной медицинской практикой. В месяц он принимал до 400 больных, желающие попасть на прием каждый день толпились во дворе дома номер 8 по улице Фрунзе с 5 часов утра. Мой родной дядя Юрий Дмитриевич Верещагин, тогда еще 4-летний мальчик, заболел очень тяжелой болезнью. Его мама, моя бабушка, стала искать врача, который бы смог излечить эту самую болезнь. Вот ей посоветовали, что необходимо обратиться именно к тому врачу, который является еще и священником, как они говорили. И вот она пришла на прием к владыке Луке, он долго осматривал мальчика Юру, сделал заключение, что необходимо больную ручку ампутировать. Но его мать Анастасия сказала так, или делайте операцию, или пускай все остается как есть, но руку ампутировать я не дам. Врач и епископ Лука вышел в кабинет, очень долго молился, потом вышел оттуда и сказал, готовьте мальчика к операции. Операция длилась очень долго. Владыка Лука вышел из операционной и сказал Анастасии, я сохранил руку вашему сыну. Дело в том, что мы с мужем были знакомы с двумя сестрами, которые в свое время проживали напротив дома святого владыки Луки. Это было еще до Великой Отечественной войны, в 20-е годы. Дело в том, что в 12 лет Роза заболела очень тяжело. У нее начала разрушаться правая лопатка. Кость загнила настолько, что состояние здоровья стало под большой угрозой. И вот она попадает на операционный стол святого владыки Луки. Часа 4 он чистил эту кость, очистил, зашил. Она мне показала шрам. Это была ямка величиной с ладонь. Но Роза, она всю войну прошла, играла в волейбол, то есть вела активный образ жизни. И вы знаете, ее никогда не беспокоила эта лопатка. В те годы собор святого Сергия на углу Пушкинской и Новой улиц превратился во плот староцерковников, ревнителей истинного православия во главе с епископом ташкентским и туркистанским Лукой. Это, конечно, тревожило чекистов, и они искали повод для вразумления святителя Луки. Такой повод нашелся через несколько лет. 6 мая 1930 года владыку арестовали по делу о самоубийстве профессора Ивана Петровича Михайловского, который занимался новаторскими исследованиями в области переливания крови. Характерна вторая высылка и арест его. Дело в том, что здесь, в Ташкенте, жил Иван Петрович Михайловский, такой врач известный, профессор тоже. Потеряв своего сына, который он очень любил, он решил его оживить. И он в специальном его таком сосуде стекляном хранил в надежде, что он путем переливания крови оживит своего сына. Это было для Ташкента такое большое очень событие, которому очень симпатизировали большевики и ему оказывали всевозможную помощь. Войн Исенецкий довольно прохладно к этому отнесся. Он сказал, что в принципе только Бог может, так сказать, давать жизнь и отнимать ее. И он неодобрительно к его опытам отнесся. Михайловский вдруг неожиданно кончает жизнь самоубийством. И вот это дело, то, что профессор Михайловский покончил жизнь самоубийством, было очень использовано для вот такой разовязанной вновь кампании против воина Исенецкого. Обстоятельства самоубийства ученого с европейской известностью, так и не раскрытые поныне, чекисты использовали как удобный повод для заключения неугодного властям епископа ташкентского и ташкентского, ташкентского и туркестанского на целый год в тюрьму. Именно здесь, в ташкентской тюрьме ГПУ, он закончил ставший впоследствии знаменитым ученый труд очерки гнойной хирургии. 15 мая 1931 года без суда и приговора Святитель Лука опять был репрессирован и выслан на три года в Архангельск. В основе христианского мировоззрения лежит светлый взгляд на жизнь. Христианство есть религия, жизнью утверждающая, призывающая людей к свету и совершенствованию. Христианская мораль мораль становления человеческой личности возрождаемого человека. Она возводит к совершенству и вместе с тем побуждает вырваться из рамок замкнутого индивидуализма и слить свою жизнь с жизнью всего человечества. В Архангельске он заинтересовался так называемыми катаплазмами, самодельными мазями из почвы. Это был прямой путь к открытию неизвестных тогда науки антибиотиков. Но 9 апреля 1935 года газета «Правда Востока» вдруг печатает разгромную статью, подписанную ведущими ташкентскими медиками под заголовком «Медицина на грани знахарства» против опытов профессора Война-Ясенецкого с катаплазмами. Дальнейшие исследования в этой области ему стало проводить нельзя. В результате эпохальное открытие применения антибиотиков в медицине было совершено другим ученым и в другом месте. Весной 1934 года святитель Лука после Архангельской ссылки вернулся в Узбекистан. Он работал сначала в Андижане, а потом в Ташкенте. Его дети с няней мютились в тесноте на съемных квартирах. Сам Валентин Феликсович, чтобы не стеснять семью, вынужден был снимать комнаты в разных районах города. Воспоминания о святителе Луке передаются старожилами Ташкента из поколения в поколение. Мы находимся в доме, в котором в 1935 году проживал святитель Лука Войн-Ясенецкий. Информации было у мамы мало, о священнике. Говорить нельзя было много об этом, был он ссыльный. И поэтому она определила, что он священник по одежде. А то, что он хирург и врач, это за ним приехала машина, увезли в Сталинобад. Там он прооперировал очень большого видного партийного работника, как мама говорила, спас его от смерти. Мама-то думала, что он уже и не вернется, что его по этапу уже отправят в другое место. Переживала за книги, за иконы. Но вернули его. В этой комнате в 1935 году проживал святитель Лука. С маминых слов в комнате находился вот в углу топчан, на котором отдыхал Войн-Ясенецкий. Столик стоял, и стульчик мамы поставила ему. Больше ничего не было, кроме огромного количества книг и икон. Икон было очень много. В декабре 1935 года на гонорар, полученный от издания монографии «Очерки гнойной хирургии», ему удалось приобрести в Ташкенте собственный дом из трех комнат с двухкомнатным флигелем по адресу Праула Кваровского, дом номер 23. Владыка продолжал работу в своей больнице, которая теперь называлась Институтом неотложной помощи, преподавал в Институте усовершенствования врачей, совершал церковные службы. Однако доверия советской власти к нему не было. 13 декабря 1937 года святитель Лука опять был арестован в собственном доме на улице Воровского. На этот раз с ним не церемонились. 13 суток он провел без сна, когда его допрашивали конвейером с требованием подписать обвинение о связях с иностранными разведками. Арестованный объявил голодовку 18 суток и никаких документов не подписал. Строптивого епископа снова выслали в Сибирь. Вздорные обвинения и произвол советской власти не сломили великого подвижника веры. В тяжелейших жизненных обстоятельствах он не оставлял не только своего пастырского служения, но и продолжал гуманную работу по сохранению здоровья людей. Святитель Лука был подлинным виртуозом хирургии. Один из его коллег писал о нем, оперировал воина мастерски, как своеобразный хирургический маэстро и при том, будучи уверенным в самом себе, оперировал очень спокойно. Мы, хирурги старшего поколения, высоко чтим память известнейшего хирурга, в то же время и служителя церкви, человека, достигшего высоких высот как в хирургии, так и в богослужении. И вот эти ипостаси, они казались нам раньше несовместимыми, но обе они направлены на одно, на здоровье населения, на его тело, на его душу, и этим был знаменит Валентин Феликсович Ясенецкий воина. Мне посчастливилось в течение 26-27 лет работать в клинике, где трудился Валентин Феликсович воин Ясенецкий. Свято хранились о нем память в этой больнице. Тот дух, который нас, в общем-то, окружал всегда, он сохранится и сейчас. Мне посчастливилось разговаривать, работать, долгие годы, с медсестрой Тамарой Петровной Лободовской, которая была операционной с сестрой Горния Ясенецкого, потом правой рукой профессора Маслумова СДК Лича. И очень часто по вечерам во время дежурства она рассказывала о том, каким это был прекрасный человек. Она говорила, «Альберт Ирванович, вот вы делаете там новоконин, 230 миллилитров, и больные все равно вас крестят». А вот Валентин Целиксович он делал два-три шприца и спокойно делал аппентоэкономию. Понятно теперь, да, он был, конечно, первым, первым, кто был родоначальником анестезии местной, местной, региональной анестезии, у него и монография есть, и весь мир потом учился по нему. Конечно, он знал, а он был глубоким знатоком анатомии. Я счастлив и горд тем, что мне довелось работать в тех же стенах, ходить по тому же полу, а перед той же операционной, в тех же палатах смотреть больных, где это делал великий человек, великий хирург, священнослужитель и громадное счастье, наверное, от всех ташкентцев в том, что он в течение 23 лет работал на благо узбекского народа. Началась Великая Отечественная война. Находясь в ссылке, епископ Лука обратился в правительство с просьбой. Я русский человек, квалифицированный врач-хирург. Могу предложить свои услуги и помощь в лечении раненых солдат и офицеров нашей армии. В октябре 1941 года епископ Лука назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом Ивака госпиталя. Это был необходимейший стране специалист. Во время войны он спас тысячи жизней. К тому его книга «Очерки гнойной хирургии» представляла собой практически основное пособие для военных врачей в полевых лазаретах. Да и в годы войны государству потребовалась поддержка верующих, и она тогда несколько пересмотрела отношения к церкви. Этим и объясняются перемены в положении ссыльного святителя Луки. Ему возвратили право проживания в центре страны, после войны даже наградили медалью за доблестный труд, а в феврале 1946 года профессору Война Есенецкому была присуждена самая престижная в стране сталинская премия первой степени за научную разработку новых хирургических методов лечения, гнойных заболеваний и ранений. Глава Русской Православной Церкви удостоил архиепископа Луку чести носить бриллиантовый крест на клобуке Ташкентский период деятельности святителя Луки Воина Есенецкого видного русского хирурга профессора и святого явился основополагающим в его деятельности в деятельности формировавший его как хирурга администратора руководителя и епископа святого здесь пришло решение ему о необходимости создания сначала медицинского факультета Ташкентского государственного университета а затем реорганизация его в Ташми в медицинский институт святой Лука воина Есенецкий архиепископ крымский почитается во многих странах православных всенародное почитание в Греции на Украине в России ему возмездены монументы в Красноярске в Симферополе в Донецке в Днепропетровске мемориальными досками украшены многие медицинские вузы и учреждения его именем названы улицы Хочется отметить большой вклад митрополита ташкентского и узбекистанского владыки Викентия главы среднеазиатского митрополитчего округа в возрождение исторической правды он поставил задачу восстановить память о всех епископах служивших в этом крае и первоочередной задачей он увидел возрождение памяти именно святителя Луки который внес неоценимый вклад в развитие ташкентской епархии мы приехали из Ташкента из Ташкентской епархии где когда-то святитель Лука начинал свое пасторское ярких пасторское служение где он начинал свои подвиги где он созидал в себе царство божие и терпел много решений скорбей я заказал икону святителя Луки военно-сенецкого на Афоне в монастыре Ксенофонд когда она была готова я привез ее в Киев потом в Симферополе и там совершилось богослужение свяношное обдение и потом божественная литургия и после божественной литургии мы совершили молебен и чин освящения иконы и там же во время этого молебна митрополит Симферопольский он не вручил частицу мощей святителя Луки он многим помогает когда мы обращаемся с молитвой к нему и огромное количество чудес исцеления совершает он и в нашей церкви русской церкви в том числе конечно и здесь в Ташкенте что многие приходят к нам со слезами скорбью и просят помощи он помогает помогает нашим людям в исцелении от тяжелых очень неисцельных болезней поэтому он для нас особо чтим уважаем и любим и конечно мы к нему всегда обращаемся с молитвой но хотелось чтобы Ташкент был больше вовлечен в эту любовь и в это почтение святителя Луки воина Снецкого он наш он отсюда начался в архиерейское священническое служение поэтому для нас он особо должен быть почитаем православный пастырь и талантливый врач-хирург он успешно врачевал и души и тела людей оставил массу ценнейших богословских работ и огромное научно-медицинское наследие едва ли можно найти в отечественной истории другого человека в ком соединялись бы вполне материалистическое отношение к науке медицине живая и гуманная практическая деятельность по сохранению здоровья людей и самая искренняя и глубокая вера в господа именно в Ташкенте он обрел стержень собственной человеческой основы и принял свой крест который сознательно пронес через всю свою жизнь в те труднейшие 20 лет когда на долю русской православной церкви и всего народа выпали тяжелые испытания за свой духовный подвиг святитель Лука во времена тоталитаризма неоднократно подвергался жестоким репрессиям прошел через тюрьмы и ссылки скончался преосвященный Лука в Симферополе 11 июня 1961 года в день всех святых в земле российской просиявших в 2000 году архиерейский собор русской православной церкви прославил его как исповедника святого сонменного мучеников и исповедников российских память о святителе Луке с новой силой входит в нашу жизнь в свято-успенском по федеральном соборе Ташкента появилась частица его мощи только благодать святого духа подает нам силы к очищению сердец наших от гнездящейся в них всякой скверной плоти и духа будем же неустанно взывать к духу святому царю небесный утешителю души истинной и же везде сый и ся исполняй сокровища благих и жизнеподателю прииде и вселиси вны и очистены от всякие скверны и спаси блаже души наши да будет же со всеми вами благодать пресвятого духа да соделаетесь вы чистыми храмами его аминь и и и смех и смех смех по праву и суши поградеши гн коп дарома Субтитры создавал DimaTorzok